Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гаммоля, глядите в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко с день сью рабочую поездку в Гомельскую в область. Сегодня международный день вызволения вязню фашистских концлагеров. Подтримка материальная и моральная. В регионе больше как 207 и укорастаются послугами бесплатных нянь. Передовиков и творчество и працуников везки сегодня ушановывали в Гомельском районе. А сейчас об этом и иншем больше подробно. Развитет дровопрацовщик Галиныл. Беларуси мая великие перспективы. Про это президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, по часу встречи с працуным коллективом открытого акционерного товариства «Рэчится древ». При этом керавник державы переконаны, что принятое 10 годов тому решение об модернизации древопрацовщик Галины было правильным. Это обовязковая умова захования позиций на внешних рынках. Про тех темы. В сюжете Олега Сенсюрова. На початку рабочей поездки ознайомление с ходом полевых работ. Ситуация селита далеко не самая горшая. Забеспеченность носения мировых зерневых и зернебобовых у Беларуси складает 137%. На Гомельшине увогли 161%. Пытания, которые потребуют оперативного выращения, разглядаются на селекторных нарадах. Зуделом представников Минпрама, Минселескарча, заводов вытворцев. Александр Лукашенко ходом полевых работ у целом задоволен. Но на одну проблему увагу все-таки завертаем. Контроль за экономичным расходованием ресурсов повинен быть больше пильным. Я не стану вам объяснять, что такое сегодня экономия и контроль за расходованием топлива. Топливо, литр сегодня солярки и того же бензина ниже, чем даже в России. Доведите до всех. Экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют. Мы видим, как с баков сливают, как продают на дорогах и так далее. Не дай бог мы обнаружим это. Ну, ответит губернатор и все по вертикали вниз. Экономия, гэтая еще и макчимость повышения зарплаты работникам. Подчас наведывания открытых акционерных отворительств Речи Садрил Александр Лукашенко до темы заробков у 1 тысячу рублев взвертается с новым. Тут основная краница доходов. Выпуск экспортно-ориентованной продукции. Увы, не ку проведенной модернизации. Середняя зарплата у 1 тысячу рублев повинна быть досягнута до конца этого года. Зараз она, амаль, на 40% меньше. Модернизация акционерных отворительств Речи Садрил введется в ответственность «Звычайных киломинированных плит ДСП и фанеры». Проведена модернизация меблевой фабрики, реконструкция котельной, одновленный парк лесонархтожей техники. 90% продукции призначена на экспорт у темняка Украины и Евросоюза. Сирот стремлюющих факторов – падение сусветных цен, что не самым лепшим чином отбилось на экономице Речи Садрил, а не есть подставы мерковать, что эту проблему можно передолить. Производство ДСП у нас увеличилось по сравнению с прежним заводом старым в два раза. Производство фанеры увеличилось в семь раз на данный момент. Наметилась положительная динамика в экономических показателях. Март, по крайней мере, у нас уже с рентабельностью от продаж. К сожалению, попали в зону турболентности, я бы назвал ее, потому что возник завод «Кроношпан». Работали и в отцевичи древ к моменту нашего появления. По ходу перепроизводства появилось, и, собственно говоря, мы на этом рынке расталкивались. Но сегодня все эти проблемы сняты. Благодаря Банку развития у нас финансовое состояние тоже налаживается. Зараз у Беларуси наличивается около трех тысяч древоопросочных предприемств у розных форм уластности. Сгодно с указом президента, за минулое 10 годов проведена модернизация девяти основных вытворчеств. Сегодня Александр Лукашенко переконаны, что это было правильное решение. Отворотном выпадку у Беларуси древоопросочные голены просто уже не сновало. «Они бы сегодня ни одно предприятие не существовало. Они бы умерли. Умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Поэтому, слава Богу, что в свое время спохватились, приняли решение по модернизации, исходя из того, что в нашей стране есть сырье». Самые значные работы, которые застается выполнять на речице древе, связаны с завершением будовництва цеха по вытворчеству синтетичных смол. Продукция для Беларуси не новая, а ли ранее все компоненты для них были импортными, у речицы их у першиню заменить отчинными. «Только на логистике мы уже выигрываем. А еще за счет того, что свое сырье и нет торговых всяких надбалок, накруток, соответственно, себестоимость снижается». Почас встреча с прационным коллективом Александр Лукашенко означает, «Коле будет такая необходность, держава за все да окажет допомогу. Але при одной умове люди на местах повинны и сами импнуться працовать и зараблять. Уже в ближайший час шерах нормативных актов будет кардинально перегляджены, а предприемства у сих формул властности станут больше свободными при принятии решений в попытках своего развития». Александр Лукашенко называет плановые решения революционными. «Сейчас самим людям надо шевелиться. Самим людям». В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в речи содрев, и маленький бизнес, индивидуальных предприятий и прочее. Ты пришел, заявление оставил, что ты хочешь заниматься этим делом, налоговой инспекцией зарегистрировался и пошел работать. Пожарники, санстанции и прочее – все до минимума будет сокращено. Главное – это жизнь людей. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель» с речи сын. Протягиваем выпуск. Сегодня – Международный день вызволения вязни у фашистских концлагеров. С этой нагоды на площади повстания у «Гомеля» отбылся митинг памяти. Именно на этом месте в годы Великой Чинной войны находился лагерь военно-полонных. У им от голоду, холода, хвороб и физичных покут загинули больше, как 100 тысяч человек. Для мемориальной дошки собрались представники городской улады, громадских организаций и объединений, а так само молодцы. Пришли сюда и те, кто смог вызволиться с лагерной неволи. Удельники митинга ушановали память загинувших в «Юлиной молчанья». Усклали кветки до мемориальной дошки. Фашистский геноцид покинул на Гомешине тяжкий след. Немало наших «суайчинников» тратили житё за колючим дротом. Ты, кому посчастило выжить, прыг от человечей стойкости и мушности. Сучастное поколение с великой повагой ставится до тых и далёких падзей. А сами былые вязни сподяются, что больше николе и никому не довядеться от шуть жахи войны. Каждый раз, когда мы встречаемся в школах с ребятами, бывают иной раз такие вопросы, что по неволе, и не только вопросы, а сам характер общения вышибает слезу у детей. А ты, глядя на них, тоже сырым становишься. Это вот какая-то обоюдная реакция. Это вот не мое общение. Ну, говорит о том, что мы это не забыли. И они это не забудут, то, что они общаются с нами. Акция «Мы славим человека мирной працы» прошла сегодня у агрогородка Урыцкая Гомельского района. Под час мероприемства отбылось ушанование лепших працевников, предприемств и организаций, размешанных в районе. 25 передовиков в творчестве отримали падячные листы и памятные подарунки от белорусского фонда «Миру». Ганна Ковалева с подробязанностями. Урач-педиатр, комбайнер, директор школы, инженер, агроном – на одной сцене люди с усимы разных профессий. В этот вечер их объединяла акция «Мы славим человека мирной працы». В ее рамках 20 працевников Гомельского района за добросумленную працу высокие досягнения. У профессийной деятельности отримали захвачивание от Гомельского областного отделения Белорусского фонда «Миру». Как руководитель, конечно же, вы знаете, что за моей спиной труд многих педагогов. А у нас в коллективе 80 с лишним педагогов. Поэтому, конечно же, частичка каждого из них, оно вот сливается в одно большое целое. Поэтому от себя лично, конечно же, я благодарна, что заметили меня, но и, соответственно, заметили весь наш трудовой коллектив. Поэтому спасибо огромное. Каждый район гордится своими людьми. Это здесь присутствуют и руководители предприятий, которые непосредственно значимый вклад вносят как и на полях, так и в развитие социальной сферы. То есть охвачен весь контингент нашего района. Люди достойные нести то звание, которое сегодня они будут получать. Повиншовать своих коллег в Центр культуры Агрогородка Урыцкая пришли працовные коллективы, а так само представники Райвы Канкама, Совета депутатов громадских организаций. Приемным дополнением до церемонии узнагороджения стала концертная программа. На сцене Центра культуры выступили лепшие творчие коллективы Гомельского района. В уголе акция «Мы славим человека мирной працы» проходит пятый год запор. За этот час в разных районах в области отбылося 18 церемоний узнагороджения. Все лето после Гомельского района эстафету подхопят Мазыр, Шлобин, Гомель. Узнагороды будут уручать у некоторых номинациях. Сяродых – специалист, героиник, заслуженный работник и молодый специалист. Если раньше мы проводили в основном, славили человека труда сельского, то сейчас мы практически в районах охватываем всех. И работников сельского хозяйства, и промышленников, и социальной сферы. Потому что они заслуживают. Когда человеку уделим внимание, он же еще лучше будет работать, а на его посмотрят другие, и те будут стараться. Ганна Ковалева, Игорь Марышин, Кателерадо, компания «Гомель» с Гомельского района. Сегодня в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского района прошел День предприемства. Подчас его можно было доведаться о помогчимости процветкования на предприемстве «Белпродукт». Янова Пошнича значительно повеличила поставки в Россию. Чтобы задоволить новые заказы, потребовалось поширить штат. Набор людей идет с первого лютого. На сегодня вакантными застаются еще 15 мест. В День предприемства представники кадровой службы расповяли про умовы працы на посаде оператора в линии вытворчасти харчовой продукции. На работу принимаются жаншины. Месячная заработная плата от 500 рублей. За этот период необходимо отпрацовать 14 измен. Для предметной гуторки с процедавцем треба звернуться на предприемство по улице Добрыжской, 12, с 10 до 16 годин с пашпортом и працевной книжкой. До речи, наступный день предприемства отбудется в управлении в эту пятницу 14-го кроссовика, в 10 годин. Пропановы на место кондукторов проставить в Гомеля был Аутотранс. До инших тем. Больше 50 тысяч жихаров Гомельщины что год отрымливают державную адресную социальную допомогу. У минулого года середний помер, что месячных выплат склав 33 рубли на человека. Одноразовых – 97. Для того, как у тяжкой житевой ситуации скрыстаться подтримкой державы, есть резервы. Але не все про их ведают. Настасья Кучинская протягнет. Семья Голодневых – стыг, які принята называть идеальными. Каханья – практически с першого погляду. По межзнаемствам и пропановой обшлюбе прошло усяго три месяцы. Разом Татьяной и Дмитрой уже семь годов. Год тому семья стала счастливейшей в два разы. У пары народились близняты Кира и Злата. Правда, и клопотов стало вдвоя больше. Они вдвоем. Они кричали, они лакали, кричали, требовали. Все друзья приезжали, помогали, родители приезжали. Сестра родная очень сильно помогала. Племянница шестилетняя нянчила. Все по чуть-чуть. С народжением близнят у двоя повеличилась финансовая нагрузка на батьку семейства. Ему приходится працевать больше. Але и держава не засталась и в боку. Молодые батьки отримливают бесплатное харчевание на детей. Это экономит семейный бюджет. Молочную смесь получаем фруктовые пюре, мясные, каши, соки. Если в количестве сказать, то 120 банок фруктового пюре. Если на двоих, то это хорошо хватает. Мяса 60 банок, каши, достаточно. Молока дают. Сейчас детское молочко начали давать. Мы его как раз пьем. Так само у якости держподрынки молодой семьи подобрали няню. Дея приходом, необходность у дежурствах родных отпала. Для Холодневых Наталья Лебеткина и помощница, и дарадшик, и сябр. Финансовыми обвязальницами относины неозмроченные. Зарплату няни платит держава. Я работаю каждый день с понедельника по пятницу. Рабочий день с полдевятого до полшестого. Обед один час. Половину дня я провожу в одной семье. Это, как правило, у мамы Тани, в которой мы сейчас находимся. Вторая половина дня у меня проходит в другой семье. Там мама Лена. Отношения с мамами у меня складываются хорошие, дружеские. А с детьми у меня тоже хорошие отношения, поскольку я к ним отношусь практически как к своим. У Гомельской области працует 187 державных нянь. У минулого года их послугами скоростались 234 семьи. Няни допомогают батькам, которые выховывают близнят и детей-инвалидов. Для семьи с тройными услуга предоставляется до 40 часов в неделю, то есть это 8 часов в день. Для семьи с двойными 20 часов в неделю. До исполнения ребенком 3 лет. Если в семье дети-инвалиды, значит, эта услуга предоставляется неполным семьям до исполнения ребенку 4 лет. Безвозмездно. А в противном случае, в каких-то других, эта услуга платная, но там оплата небольшая. А кроме послуг няни и бесплатного харчования, молодым семьям могут пропоновать яше шерох допомог. У выгляде грошовых выплат и бесплатных послуг. Головное ведать свои правы и с пытаниями звертаться у Центра социальной потребности насильства. Настасия Кучинская, Александр Харлампо, телерадио «Компания Гомель». И опущенное поведомление 12-го кроссовика. У первой полови дня не будут працовать радио «Телебачення». Такая информация размешана на сайте республиканского унитарного предприемства «Белтелекам». Огэтый день будуть проводиться профилактичные работы на передатчиках. У совязи с гэтым с 9 ранецы до 3-го дня спынится эфирная трансляция телевизийных и рады программ. Гэтая и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту познайомить Максим Савин.